Компания «Де Анджелес Групп» представляет При участии Виктори Медиа Фильм Карло Карлей В главной роли Сержо Кастеллито Феррари В ролях Эд Стоппорт Кристина Молли Джессика Брукс Мэтью Боус Пьер Франческо Фавино Винсент Скьявелли Габриэлла Пьессон Пьетро Рагуза Франческо де Саппио И другие Авторы сценария Массимо де Рита Марио Фальконе Карло Карлеи Консультант Франко Гоци Художник Франческо Фриджерри Композитор Пауло Буонвино Оператор Джино Сгрева «А Пьетро Фриджерри» «Пьетро Фриджерри» «Ну аो, пьетро» Продюсер Анджело Рицсоли Режиссер-постановщик Карло Карлеи Ну что, пап? Идет на рекорд Вижу, Пьеро Отличный гонщик Отличная машина Будешь показывать ему время, добавь по секунде на каждый круг Ему лучше не знать, как он прошел Я здесь В суматошный день Но ты же знаешь, я никогда не забываю На заводе все хорошо Новая машина показала себя превосходно Быть может, тяги пока не хватает, но идет она очень-очень резво А вот я замедляю ход Каждое утро, веришь, просыпаюсь с мыслью, что это в последний раз Думаю, скоро мы будем в гости Продолжение следует... КОНЕЦ Здравствуйте. Мы договаривались об интервью. Простите, если я опоздал. Что вы, сеньор Феррари? Спасибо, что вообще согласились. Вообще-то я вашего брата не жалую. Журналисты пишут обо мне, чёрт знает что. Польщен, что вы сделали для меня исключение. Нет, 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 нет. Если вам угодно со мной говорить, обойдитесь без камеры и диктофона. Хорошо. Мне любопытно, о чём мечтает такой человек, как вы? Я разочарую вас. Уже много лет я живу без мечты. Но в детстве вы мечтали о самой быстрой, самой прекрасной машине на свете. Расскажите, сеньор Феррари, как мечта стала реальностью? И как реальность стала легендой? Мне было 10 лет. А кажется, будто это было вчера. 慢慢, это не было. Я иду. Нет, я не знаю. Я иду. Такова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий 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 ДИНАМИ ДИНАМИ У меня теперь своя машина. Тоже мне машина. Кусок фанеры, а не машина. Ладно. Давай на перегонки. Посмотрим, кто кого. Только не хнычь, когда проиграешь. Не буду. Раз, два, три. 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 Доброе утро. Извините, что заставил вас ждать. Ничего. Я рассмотрел ваше заявление, но, увы, у нас сейчас нет вакансий. Доброе утро. 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 Здорово утро. Позвольте представиться. Дадите мне свой адрес. Я подумала. Подумаю, стоит ли? Что ж, благодарю. Успокоился? Машины были твоей страстью. До сих пор. Оглянись. 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 Такой красавицы я в жизни своей не видел. Она стояла у двери в этом лиловом платье. Порпурно. Вы были готовы на всё, чтобы заполучить её. На всё. Всё равно обгонит. Он быстрее. Стоять. Стоять. Пропусти его! Кофеварка, а не машина, чёрт её дери. Эта кофеварка сейчас закипит. Мелочи жизни, Беппе. Если я не выиграю заезд, я не женюсь на Лауре. Глуши мотор, Энсо. Патрубок пробило. Слышишь? Тормози, говорю. Движок перегрелся. Это не вода. Фу, Энсо, как не стыдно. Послушай, Беппе, лучше обоссаться в дороге. А машина остановится только на финише. Какое бескультурье. Да! Нам удалось их догнать, и у нас началась полоса побед. А победы приносили дивиденды. Энсо. Здесь у нас будет спальня. Ну, синьора Феррари, что скажете? Вам нравится? Да, синьор Феррари, это великолепно. Но вам не кажется, что чего-то не хватает? Нет. Нет? Нет. Нет. Через месяц я женился на ней. Помню, мать мне сказала, когда надо бедно творить, быстрее тебя никого нету. Значит, вы стали автогонщиком Вальфи. Команда звезд. Аскари, Кампари, Вагнер и вы. Призы так и сыплятся. Сперва Маджелу, потом Камп Альпина, наконец Барака Трофи. На обгон. Согласен? Первыми идем. Эта эмблема была на истребителе Франческо. Возьмите ее себе. Она принесет вам счастье. Я не достоин, синьора. Ваш сын был настоящий герой. Энсо, вы тоже. Но по-другому. Прошу вас. Возьмите. Не годится. На скоростях он теряет мощность. Сеньор Феррари. Отойди, парень, не мешайся. Вам просили передать. Очень срочно. Ну что, слышал? Да, постукивает. Ваша жена вам изменяет. Ты куда это? У нас завтра заезд. Знаешь, что это? Я анонимку получил. Пишут, что у тебя есть любовник. Я знаю, что там написано. Я сама ее написала. Ты? Совсем с ума сошла? Что тебе в голову взбрело? Решила напомнить, что ты женат. Рим, о чем напомнить? Ты, наверное, забыл, что такое любовь. Что такое семья? Зачем люди живут вместе? Под одной крышей? Мечтают вместе. Иногда мне кажется, что я вдова. Я не заслужила такого отношения. И ради этого я бросил работу. Ты куда? У меня завтра заезд. Гонки – это моя жизнь. И я никогда их не брошу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кто этот парень? Всех сделал. Тацерон на валаре. Мотогонщик, что ли? Тот самый. Его заносит, а он давит на педаль. Газует на поворотах. А не сбрасывает. Да. Глупо, но здорово. Я еще такого не встречал. Заносит. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Энце Феррари. Ну, валаре. Очень приятно. И мне приятно. Пока ты жив. Пока что? Пока ты не убился. Если будешь так гонять, до смерти не доживешь. Дружище. Все там будем? Поглядим, кто первый успеет. Куда успеет? На кладбище? Ты там будешь гораздо раньше, чем я. Если разобьюсь, хороните через три дня. Подождите, может, и хоронить будет некого? Подождем. Подождите. Ты что делаешь? Скажи нам, милость. Попробую к окну валаре. Разобьешься вдрызг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Мне больно. Отпусти. Ты сошёл с ума. Я понимаю, что с тобой. Тебе страшно. По глазам вижу, Энца. Так бросай, пока не поздно. Бросай, пока не разбился. Энца, последний раз говорю, если не бросишь, я уйду от тебя. Уйду и уже не вернусь. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Не будь ослом, Энца. Тормози. Тормози. Да. 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 Молодец. Это был последний раз. Потом я сдержал слово данной Лауре. Бросил гонки. Навсегда. Но главную гонку я всё-таки выиграл. Победил свой страх. Раз победили, зачем же бросили? Для меня запредельный риск был исключением. А для таких, как Нова Ларри, он был правилом. И мне бы поневоле пришлось признать, что он первый, а я второй. Стало быть, мечте конец? Нет. Только начало. Мечта стала больше. Возвышение. Выросло до машины, которая не тормозит на поворотах, а летит, не отрываясь от земли. Конюшня Феррари. Неплохо на слух. Неплохо. Но из одних слухов команда не сделает шанса. А мы не команда? Ты и я. Кто из нас будет механиком? Ты главный механик. Набирай лучшую команду на свете. Нужна контора. Нужны мастерские. Стенды для испытаний. А где на это взять денег? Насчет денег не беспокойся. Деньги будут. Увидишь, все газеты будут вопить о нас. Увидишь. Надеюсь, не в криминальной хронике? По-моему, ты выжил из ума, и я, от того, что связался с тобой. Кто тебе нужен в команде? Конструктор? У тебя он есть. Цех на заводе? Да. Он у тебя есть? У меня есть. Банк, который даст кредит? Тоже нужен. У тебя он есть. И где все это, босс? Здесь. У меня в голове. Энсо. Это моя машина. А, да. Даже машина у тебя есть? Да, все есть. Альфа – крупная компания. Вам надо машинами торговать, а не упражняться на двух-трех гонщиках. Я готов возглавить целое спортивное направление. Машины, запчасти, двигатели, резина – все. И вы готовы инвестировать средства в этот проект? Честно говоря, сеньор, у меня нет ни лиры. Зато есть план. Сделать ваши машины самыми быстрыми в мире. Это одни слова. Причем крайне туманные. Они ничем не подкреплены. Едва ли можно принимать их всерьез. Одну минутку. Прошу вас. Я их зацепил. Ей-богу, они воодушевились. Дано. Будь спокоен, мы тотчас подпишем контракт. Жди. Извольте. Это не просто слова, сеньор. Это факты. Это мои разработки. Самые сокровенные мысли. Дело всей моей жизни. Но вам нужно производство, которого у вас нет. Есть. Приезжайте в Модону. Посмотрите мой завод. А рабочая сила? Может быть, вы мне не верите. Но у меня есть механики, техники. У меня есть лучший в Италии конструктор. Мы этого загнули. Лучший конструктор Италии – Виторио Яна. Но он не уйдет с Фиата. Мы не раз делали ему весьма заманчивые предложения, но он всегда отказывался. Потому что вы ни разу не предложили ему мечту. Не знаю, поймете ли вы меня. Но мечты – заразная штука. Позвольте представить. Виторио Яна. Доброе утро. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Заря победу принесет, принесет, принесет. Доброе утро. Господи, Тереза. Ты не ушиблась? Кто так водит? Она выскочила мне прямо под колеса. А вы не ездите так быстро. Не так уж быстро. Пойдемте, девочки. А вы получше за детьми следите. Вы еще не уехали? Хватит того, чтобы нас напугали до смерти. Пошли, девочки. Вон к тому дереву. Конюшня Феррари. Фотографы? Сюда. В таком ракурсе лучше. Господа, готовьте вспышки. Этот день впишут в историю. Дамы и господа. Новая П-3. Этот автомобиль станет номером один команды Феррари. А это наш фирменный знак. Жеребец, вставший на дыбы. И кто же будет водить эти ваши Феррари? Не беспокойтесь. На Феррари есть... Компари! Спасибо, спасибо. Большое спасибо, Энзи. Но это не единственная наша звезда. У нас еще есть варцы, Феррон. Где этот сукин сын? Кто его знает? Минутку. Одну минутку, дамы и господа. Вот он, дамы и господа. Тацио Нувалари. Энца. Как жизнь, маэстро? Прошу, усаживайся. Ах ты пройдоха. Что ты задумал? Хочу победить. А если ты наймешь меня, скажем, на весь сезон? Я думал, ты не предложишь. Вперед! Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте. Я приехал извиниться. А также приглашаю вас провести со мной вечер. Вы, как всегда, слишком торопитесь. Так это да или нет? Смотря, куда приглашаете. Выбирайте сами. Подождите, я скоро. Хоть всю жизнь. А вот и мы. Это мои сёстры. Без них я никуда не пойду. У нас уже есть планы на этот вечер. Но вы, если угодно, можете нас отвезти. Очень приятно. Разрешiriлы. Повторяю. Разрешивай. Всё. Моисию. Интересный мужчина. Только, пожалуй, староват для тебя. Отец был на 20 лет старше мамы. Не знаю, мне он нравится. Аплодисменты. 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 фальшиво. Зато как весело. Я же не певица. Я выпила лишнего. Чудесный вечер. Да, изумительно. Вы нас так повеселили. Всех. Доброй ночи. И вам. Спасибо, доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Я сейчас. Доброй ночи. Простите, обещаю, что в следующий раз приду одна. Ну почему? Вечер удался на славу. Правда, Флора все ноги мне отдавила, но... И вообще, это я должен просить прощения. За что? Есть за что. Я должен вам признаться, но не знаю, как начать. смелее. Я женат. Поздно уже. Мне пора домой. Спасибо за приглашение. Привет. Привет. Ужин на кухне. Энса, поешь, ты же голодный. Как прошел день. Энса, что с тобой? Кто так обращается с женой? Пришел за полночь и ни слова? Мне нечего сказать. Нечего сказать. Тогда зачем я здесь? Зачем весь день жду, когда ты вернешься? Я пойду спать. Я пойду спать. Он уже целый месяц носит тебе цветы. Настойчивый кавалер. Зачем объясню, так сказать. Я пойду спать. Субтитры создавал DimaTorzok Что? Ты же обещал повезти меня куда-нибудь. Посмотри на себя. Иди одна. У меня нет настроения. Мне надоело. Угрожаешь? Энси, прошу тебя. Верни мне моего мужа. Виноват. Если чем не угодил, прости, но больше мне предложить нечего. Плохо. Все надо начинать сначала. Ладно. Выключаем. Нет, пусть работает. Через четыре дня все должно быть готово. Так нельзя работать. Что с тобой? Не твое дело. Конечно, не мое. Ну, за работу. Здесь нужна муфта. Дай гаечный ключ. Энси, Энси. Энси, Энси. Ничего, ничего. Все по местам. Порядок. Тебе лучше? Ну-ка. Пошли на воздух. Не надо. Я домой поеду. Я отвезу. Нет, сам доеду. Все нормально. Точно доедешь? Доеду. Занимайтесь мотором. Субтитры сделал DimaTorzok. Извините за столь поздний визит. В чем дело? В чем дело? Господи Боже! Что стряслось? Мне надо было увидеть вас. В четыре утра? Я хотел сказать вам что-то важное. Я попал в аварию. И думал, что умру. Может, послать за врачом? Нет. Не надо. Они только сплетни разносят. Завтра вся Модана будет болтать. Вам это ни к чему. Да Бог с ними, со сплетнями. Пусть болтают. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Красивая история. Это вы к чему? К тому, что за какой-то час жена приковала вас к себе навечно. ДимаTorzok. 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 Вторым, отстав на секунду, финиширует Мерседес. Блестящая победа конюшни Феррари. Поздравляю. Отлично прошли. Ну, я рад, что вы проиграли. Такова жизнь. Эй, ты! Предатель! Оружие собираешь для партизан? Нет, нет, какое оружие? Тлапана собираю по немецкому патенту. Слушай, не ври мне. Хватит дурака валять. Отставись! Узнаешь меня? Узнаешь меня? Фон Хаушман. Номер 26. Мерседес. Молодец. Гонки в Реймсе. Ты был первым, я вторым. И это что? Твоя месть? Нет, Феррари. Я давно хочу погонять на твоей машине. Поэтому мне нужно, чтобы ты выжил. Спрячься куда-нибудь. Могут пристрелить. Я тоже рискую, оставляя тебя в живых. По машинам. Жила! Я, Феррари. Здравствуй, Лина. Энца. Ты одна? Все мои у тётки. Не боишься? Теперь нет, раз ты здесь. Но я не могу остаться. Здесь никто не станет тебя искать? Ну да. Всюду шпионы. Не хватало, чтобы ещё у тебя были неприятности. Надо идти. Нет, Энца, пожалуйста, не уходи. Мне не надо было приходить. Останься до утра. Полтова. Поехали. Хозяин, посмотрите, что они сделали. Субтитры сделал DimaTorzok Видишь, Беппе, нас хоть и ранили, но пока не убили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как у вас? Получается? С Божьей помощью. Хорошо, давай заводи. Ладно, всё. Переберём ещё раз. К утру надо будет закончить. Понимаешь, к утру трудновато будет. А когда было легко, Виторио? Завтра соберутся репортеры. Я обещал им опытный образец. Извини, Энце, но на сей раз придётся перенести. Машина должна быть готова к утру. Нужны ещё по меньшей мере сутки. Нету суток у нас, тебе ясно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энце, что с тобой? Ты чего, Энце? Заболел? Нет, нет, нет. Нет. Энце. Ничего, ничего. Просто спазм. Послушай. Если не хочешь, чтобы у меня был инфаркт, не подводи меня. Либо завтра она будет на ходу, либо придётся прикрыть лавочку. Ладно. Поднимай, ребята. Давай, Лена, тушься. Давай, я его вижу. Ступай, посмотри на сына. Ты довольна? Он ещё смеет являться домой. Выметайся. Вон отсюда. Всё кончено. Уходи или я уйду и заберу Дино. Дино останется здесь. Ты можешь идти куда угодно, а Дино останется со мной. Да кто тебе позволит? Не имеешь права. Я всем расскажу, каков ты есть. Все узнают. Перестань, мама. Пожалуйста. Я больше так не могу. Дино! 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 Ты почему убежал? Мама говорит, у тебя есть другая женщина и ещё другой сын. Это неправда. Посмотри мне в глаза. Я никогда не врал тебе. Ты мне веришь? Почему вы с мамой всё время ругаетесь? Обещаю тебе. Обещаю, мы больше не будем ругаться. Не бойся. Пойдём. Пошли домой. Не могу. Ноги не идут. Обопрись на меня. Ты просто устал. Идём. Посмотри, Андрей. Чёрт, рессора лопнула. Комбаньола, ставьте новую. Проклятие. Брось ты отцов. Вылезай. Хватит. Что, Феррари? Думаешь, я стар для этих игр? Ошибаешься? Эту гонку я выиграю. Вот, увидишь. Хорошо. Дино, иди сюда. Иди. Но раз уж ты надумал себя угробить, тогда постарайся обхитрить немца. Это как? Ну, скажем, километры через два съезжай с дороги и прячься. Он подумает, что ты от него сильно оторвался. И будет гнать, пока мотор не посадит. Тогда немцу крышка. Слыхал? Слушай, учись, малыш. Набирайся ума. До встречи на финише, Феррари. Думаешь, он сможет, пап? Можешь не сомневаться. Можешь не сомневаться. Дино, иди сюда. Смотри. Постарайся определить, где поломка. Не трогайте его. Где болит? Остафь, я сказал. Остафь, я сказал. Ничего, Дино. Все в порядке. Ты просто споткнулся. Вставай. Вставай. Да, папа. Я просто споткнулся. Сейчас я встану. Видишь, я сам встаю. Молодец. Конечно, сам. Ты все можешь сам. Смотри. Я встал. Идите работать. Ну как? Что-нибудь чувствуешь? Нет. Нет. Ничего? Нет. Так. Вот так. Давай-ка сядем. Можешь надевать ботинки. Подойдите, пожалуйста. Садитесь. Ну что, доктор? Пока мне вас нечем утешить, сеньор Феррари. Ваш сын ходит с большим трудом, и это меня беспокоит. Мы проведем неврологическое исследование, подробно проведем, сделаем рентген, и все возможное, чтобы поставить диагноз. Папа, я поправлюсь. Конечно, поправишься. Обещаю. У Дина была очень сильная воля. Он много лет боролся с болезнью. Но она была сильнее и, в конце концов, подолела его. Помогите. Дина. Он задыхается. Слышишь меня? Дыши, малыш. Дыши. Дыши. Алло. Где? 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 Дино. Что стряслось? Он сидел за кульманами, вдруг побледнел и упал. Тебе лучше? Да, папа. Не волнуйся. Ты забыл принять лекарства? Нет, я принял. А гимнастика? Сделал. Значит, ты просто устал? Уже все проходит. Я же вижу тебя лучше. Пойдем. Я слишком мало уделял ему внимания. И вот теперь наказан за это. Что ты говоришь? По-твоему, виноваты мы с Пьером? Нет, нет. Вы тут ни при чем. Это я виноват. Мы какое-то время не будем видеться. Мне надо позаботиться о Дино. Поступай, как считаешь нужным. И не тревожься за нас. Мы с Пьером подождем. Я столько времени потратил на вас. А ему все хуже и хуже. Если не знаете, что делать, так и скажите. И я найду других врачей. Коменгаторе. Вероятно, я плохо объяснил вам серьезность положения. У вашего сына постепенно отказывает мускульная система. Это называется дистрофия мышечной ткани. Неважно, как называется. Что делать-то с этим? Лечить, разумеется. Лечение необходимо. Но, увы, мы мало знаем об этом заболевании и успешной медицинской практике. Пока нет. Я бы рад дать вам надежду, но... Надежду. Что вы мне голову морочите? Вы врач, а не священник. Речь идет о жизни моего сына. Вы соображаете? Черт. Синьор, поверьте, мы полностью осознаем, как тяжело вам с этим смириться. Но вы отец и должны знать правду. Болезнь прогрессирует. И это необратимо. Мне очень жаль, но мы ничем не можем помочь. Надеюсь, вы нас поняли, сеньор Феррари. Сеньор. Вы поняли? Сеньор. 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 Быстрее, папа! Давай! Ещё, папа! Быстрей! 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 Прости меня, Дино. Я пытался, но у меня смелости не хватило. Папа, я не виню тебя, что ты не смог меня вылечить. Но ты мне врал. Ты мне столько лет врал, папа. Помоги мне, папа. Пожалуйста. Я не хочу уходить с этой злобой в душе. Прошу тебя, папа. Позволь задать тебе только один вопрос. Но на сей раз, ради Бога, скажи мне правду. Ты любишь нас так же сильно, как их. Я люблю тебя, Дино. Я люблю тебя больше всех на свете. Я никого в жизни так не любил. Держи меня за руку, папа. Посиди со мной. Не уходи. Не уходи. Пgelан. Не уходи. Пожар. П четвертый. Пешим. Песня. Петербург. Пешим. Песня. Пешим. Песня. Пешим. 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 Модена, 30 июня 1956 года, умер Дино. Видишь, как дорого я заплатил за славу. Ты веришь в судьбу? Судьба – это отговорка. Ошибаешься. Против судьбы даже самые стойкие бессильны. Несколько лет назад кто-то надругался над его могилой. Вырыл и разбросал его кости. Как будто смерть моего сына принесла мне мало горя. Кто это сделал? Я не знаю. Какой-нибудь подонок вроде тебя. Спокойно. Я держу вас. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, малыш, покажи, на что способна эта машинка Слушаюсь... Продолжение следует... 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 Куда ты? Вернись! Пьера, это я. У меня к тебе просьба. Когда-то у нас работал испытатель Марко Джуни. У него был сын. Будь добр, наведи о нем справки. Я ждал вас. Откуда ты узнал, что я приеду сюда? Я многое знаю о вас, сеньор Феррари. Взгляни туда, Пьера. Видишь вон ту моторку? Она быстрая, элегантная, энергичная. Но по мощности ей не сравнится с кораблем. Мы как та моторка. Красивые и быстрые, но слишком маленькие. Чтобы обеспечить будущее компании, мы должны быть, как тот корабль. Такими же большими и внушительными. И что ты намерен делать, папа? Наши производственные технологии устарели. Либо мы их обновим, либо исчезнем. Прошу. Вам не кажется, что в помещении не хватает света? Я не вижу, куда идти. Мы ждем, когда мистер Форд оплатит счета. Но раз вы настаиваете... Да будет свет. Ну и ну. Это нечто, мистер Феррари. Я чувствую себя ребенком в магазине игрушек. Проходите. Позвольте вам представить нашу Джулию. Очень приятно, Уилбер Парадайз. Очень приятно. Взаимно. Вот наша последняя модель. Да. Впечатляет. Вот это... Супер Америка. Вы посмотрите. А это... Супер Скорость. Признаюсь, сэр, я всю жизнь был вашим поклонником. Очень рад, что очутился здесь. Благодарю вас. Выпите что-нибудь? Почему бы и нет? Ну, вы и отгрохали. Идемте. Боже. Пожалуйста. Спасибо. Ну что? За Форд и Феррари. За нашу сделку. Простите, мистер Парадайз. Должно быть, ваши юристы ошиблись. Мы не об этом договаривались. Прошу прощения. Я с самого начала поставил условия о спортивном направлении компании. Ну, разумеется. Никто его у вас не отнимает, мистер Феррари. Но в Форд Мотокар Корпорэйшн все крупные расходы принято согласовывать с Детройтом. Это наша обычная деловая практика. Только и всего. И все же, сколько я смогу потратить, не спрашивая разрешения Детройта? Вы можете располагать суммой до 100 тысяч долларов. Знаете, сколько я потратил за прошлый год? В пять раз больше. Виноват, господа. Но вы ошиблись адресом. Минутку, минутку. Вы придержите коней. Я... Я бизнесмен. А не попрошайка. Совещание окончено. Как прошло? Хуже некуда. Ясно. У меня тоже дурные вести, Энсо. Утром... Виторио Яна покончил с собой. Я тебя там подожду. Яopl便. Все новички. — Виторин, бандоли. Реаль. Реаль. Через лаву. Витория Яно ушёл от нас. Ну-ка, заводите свои моторы. Если Витория их услышит, ему будет не так одиноко. Контракт с Вордом летит к чёрту. Они хотят хозяйничать в нашем доме, а я этого никогда не позволю. Ребята, впереди у нас трудные времена. И наша задача сделать Феррари ещё сильнее. Я уверен, что вместе мы горы свернём. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, снова в вашем царстве. Скажите, почему, добившись успеха, вы не переехали из Маранелло? Где-то в другом месте я буду просто лицом в толпе. А здесь я, Энцо Феррари. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько у него? Одна двенадцать. Хорошо. Добавь секунду, как обычно. Пусть не зазнаётся. Ну, папа... Добавь. Ладно. Феррари номер двадцать семь, идущего вторым, кажется, лопнула шина. Джилль Вельнёв сегодня был в прекрасной форме, но желание выиграть обернулось сокрушительным поражением. Хотя нет, он снова на трассе и едет на трёх колёсах. Дебютировав на Формуле-1, канадец сразу показал свою неуступчивость. Джоди Шектер практически выбыл из игры, но Алан Джонс лидирует с большим отрывом, так что Феррари ждёт очередное разочарование. Посмотри, как ты её изуродовал. Ты где ездишь? На картинке? Кончай гробить мои машины. Не то выгоню к чёртовой матери. И пора бы уже побеждать, понял меня? Чего не понять. Если не выиграю в воскресенье, то сам напишу заявление об уходе. Пошли обедать. Вот так же! Вот так! Не пропускай его! Не пропускай! Давай, давай! Режь его, режь! Давай! Зажимай его, режь! Жиль, Вильнёв на Фиррари 312 Т4. И Рене Арну за рулём. Рено РС-12. Выходят на последний круг почти вровень. Арну пытается обойти, но Вильнёв не пропускает его. И упорно держится на внешней стороне круга. Держи его, Жиль, не пропускай. Вильнёв отряжает соперника на какие-то сантиметры, но Арну не намерит сдаваться. Какое шоу демонстрируют нам гонщики? Трибуны ревут. Вильнёв опять на внешней стороне. Он пытается закрепить преимущество. Кажется, колёса машины идут притык друг к другу. Вильнёв бесспорно гонщик от бога. Плевать, Жиль, разбей её вдребезги! Арну делает мощный рывок и обходит соперника. Какая дуэль? Следующий поворот. Феррари снова первый. Ни один из гонщиков не желает уступить. Вильнёв входит в последний поворот с минимальным преимуществом. И вот красная Феррари первая пересекает финишную линию. Сделал! Да! Давно я не видел такой гонки. Она мне напомнила Нува Ларри. Как и Нува Ларри, Жиль ездил без тормозов. Меня это пугало. Уступи, сестре. Нет, моя очередь. Ну ладно, ещё минуту. Доброе утро, Джоанна. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, спасибо. Привет, Джак. Нравится машина? Классная. Жиль. Как новый двигатель? Хороший. Очень хороший. У тебя прекрасная семья. Славные ребятишки. Но если будешь так летать... Простите, патрон, я не понял. Вам не нравится, как я вожу? Вы это хотели сказать? Что с вами, патрон? Вам не здоровиться? Да нет. Семья – главное в жизни, Жиль. Самое главное. Конечно, патрон. Семья – единственное, что я люблю так же сильно, как гонки. Они ждут тебя. До свидания, патрон. Жиль Вильнёв напомнил мне о моей юности. Когда-то я был так же молод и полон жизни, надежд. Жиль будто принёс мне весточку из прошлого. Но потом и этот свет погас в той страшной аварии. Он поднялся в воздух и замер на одно нескончаемое мгновение, как птица со сломанным крылом. Вы снова потеряли сына. А вам не приходила в голову мысль, что на вас лежит проклятие? Я не верю в проклятие. Я не суеверен. Они прожили свою жизнь. Я искренне их любил. Не хочу показаться бестактным. И всё же мне очень любопытно. Я их не убивал. Я этого не говорил. Это был их выбор. Конечно. Они знали, на что идут. Как вы любите повторять, ваши вины тут нет. Алло. Папа, я знал, что ты ещё там. Уже ухожу, Пьеро. Послушай, я выяснил насчёт сына Джуни. Он умер пять лет назад. Папа? Папа, ты слышишь? Да, слышу. Спасибо. Приму к сведению. Пока. Ну? На чём мы остановились? Кто ты такой? Ага. И чего я тут делаю? Странные вопросы. Кончай придуриваться. Ладно. Вот, взгляните. Помните эту штуку? Чего ты добиваешься? Момента истины. Сбросьте свою маску. Довольно мифов. Я хочу услышать из ваших уст ответ на один вопрос. Это будет последний вопрос, и я уйду. Зная то, что вы знаете сейчас, зная, скольких людей сгубила ваша мечта, сколько горя вы принесли их близким, вы бы отказались от своей мечты? Я прошу вас ответить не мне, сеньор Феррари, а себе. Никакой триумф, никакая всемирная слава не стоит и клочка человеческой шкуры. Так. И? И? Если бы я мог вернуть всех тех ребят до единого, всех погибших, я бы вернул их. И все бросил. Что ж, это я и хотел услышать. Вот теперь я могу уходить. Постой. Скажи мне все-таки, кто ты? Просто человек из тумана. Ты любишь нас так же сильно, как их? Ха-ха-ха. Ха-ха. Оглянись, 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 оглянись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Быстрей! 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Казахстан